Сюда в Подмосковье, в передовой колхоз с память Ильича, часто приезжают перенять опыт, посоветоваться. Сегодня о коллективном подряде на молочной ферме, о преимуществах этой прогрессивной формы организации и оплаты труда, рассказывает главный зоотехник колхоза Людмила Васильевна Авдеева. Значит, проведя беседу, несколько бесед, вернее, с доярками, объяснив им сущность этой системы, мы перешли на оплату всему звену доярок, звену скотникова, звену фуражеров, оплату на единый наряд. То есть перешли на звеньевую оплату труда и убедились, что это самая нужная и правильная система оплаты. Теперь уже все доярки, работая на единый наряд, одинаково отвечают за продуктивность животных, за их состояние, контролируют кормление. И если произошло снижение продуктивности, то уже все доярки волнуются и ищут причину, почему произошло снижение продуктивности. Работа звена на единый наряд на этой ферме дала свои положительные результаты. Мы эту работу ведем в течение двух лет и замечаем, что она значительно более эффективная, чем при старой системе оплаты труда. Здесь уже доярки в звене, значит, стремятся работать, отвечают друг за друга, значительно повысилась производительность труда, значительно улучшилась дисциплина. Все доярки, поскольку они отвечают, как говорится, друг за друга, приходят на работу вовремя, выполняют очень добросовестно свои обязанности и стараются помочь друг другу. Работа на единый наряд в звене дала свои положительные результаты. А результаты налицо. По сравнению с прошлым годом продуктивность фермы повысилась почти на 15%. Не стало случаев нарушения трудовой дисциплины. Средняя зарплата доярок составила более 300 рублей в месяц. Труженики колхоза постоянно совершенствуют бригад на звеневой подряд. Надежное средство укрепления связи материального поощрения колхозников с результатами их труда. Продолжение следует...